До 25 апреля планируется завершить сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Работа уже кипит повсеместно. Всего нужно высадить 650 тысяч гектаров. В этом году подготовка проведена на самом высоком уровне. Отремонтирована техника, накоплено больше минеральных удобрений. Сейчас идет подкормка озимых. Беларусь ежедневно экспортирует продукцию на 21 миллион долларов. Отечественные производители за первый квартал этого года реализовали мясо почти на 5 тысяч тонн больше, птицы почти на 11 тысяч, колбасных изделий на 2. Также увеличились поставки говядины за рубеж. Основной рынок сбыта по-прежнему Россия. В последнее время более чем на 18% выросли отгрузки в Китай. Минск станет спортивной столицей СНГ 2023-го. Сейчас идет активная подготовка ко вторым играм стран Содружества, которые пройдут в августе. Задача сделать соревнования максимально деполитизированными и открытыми. В планах также проведение спартакиады среди детей с ограниченными возможностями. Три миллиона деревьев высадят участники республиканской акции «Неделя леса» в Могилевской области. В основном это будут сосна, ель, дуб, ясень, клён и липа. Также добровольцы займутся уборкой мусора, очистят от захламленности придорожные полосы и территории вокруг населенных пунктов на площади около 150 гектаров. В планах также уроки экологического воспитания молодежи и экскурсии в лесхозе. В Бобруйске в тестовом режиме организуется новый маршрут движения троллейбуса номер 4. Путь следования – проспект Строителей, конечная остановка улицы Сикорского, Шинная, Гагарина, Уяновская, Шевченко, Крылова, Интернациональная, Советская, Дзержинского, Пушкина, Карла Маркса, Советская и далее. Более подробная информация по телефону 718945.